всем привет дорогие друзья с вами владислав это канал ноутбук 31 сегодня на повестке дня у меня два простых ремонта а именно телевизор harper который не реагирует на пульт управления и шипит а также жидкокристаллический thompson который не реагирует на кнопку включения начнем пожалуй ремонт с телевизора от компании harper который не реагирует на пульт дистанционного управления при нажатии на любую из кнопок телевизор не реагирует при этом если посмотреть через камеру смартфона то пульт работает а также немаловажным фактором является то что если поднести ухо к задней части корпуса то слышен характерный шум пульты разные естественно подкидывались и проблему это не решает моделька этого телевизора перед вашими глазами это harper 32r 660t судя по показаниям ваттметра этот телевизор в рабочем режиме потребляет 43 с половиной ватта что само по себе не является критичным показателем но опытный мастер скажет вам что что-то здесь не так в общем-то дефект понятен я буду разбирать этот телевизор новые присаживайтесь поудобнее наливайте чай с лимончиком и погнали выкручиваем все винты по периметру и не забываем скрытый винтик под наклейкой снимаем заднюю часть и приступаем к визуальной инспекции сразу же нам глаза бросается вспухший силовой конденсатор первичной цепи также рядом потемнейший текстолит под диодным мостом для того чтобы не шандарахнула меня током разряжаю силовой конденсатор с помощью мультиметра режим диодной прозвонки минус на плюс плюс на минус конденсатор теперь разряжены можно безопасно осмотреть плату но и пощупать ее да уж унылое зрелище я думаю что помимо шума еще здесь должен присутствовать запах гарри так как от нагрева диодного моста аж текстолит сдулся но на мое великое удивление элементы выдержали ничего не сгорело и телевизор прекрасно работает но не реагирует на пульт снимаю материнскую плату для более детального осмотра вот так выглядит материнская плата спаренная вместе с блоком питания они здесь интегрированы в одно целое берем в руки мультиметр и начинаем замеры очень интересная проблема с силовым конденсатором на нем 43 с половиной вольта причем я его пытаюсь разрядить с помощью мультиметра но не получается напряжение полностью не просаживается даже попытался разрядить его с помощью металлического предмета но ничего не произошло конденсатор по-видимому уже разряжен следующим делом снимаю защитную пленку которая находится на той стороне платы тем самым она изолирует плату от корпуса пленкой закрыта именно та часть где находится блок питания пленка успешно снята и до потемневший текстолит тот самый на самом деле ничего страшного в потемневшем текстолите нет главное в дальнейшем не допустить такого чтобы эта часть грелась случайным образом обнаружил еще один неисправный элемент это так называемый пленочный конденсатор желтого цвета вздутие является первым признаком неисправности такого элемента от имевшего место перенапряжения до неисправности внутри самого конденсатора просто от старости в любом случае это приводит к изменению в принципиальной электрической схеме целиком устройство уже работать будет неправильно поэтому такие конденсаторы следует немедленно выпаивать и заменить на новые что ж как раз таки этим мы сейчас займемся и нам для этого понадобится только паяльник выпаиваю неисправные конденсаторы прозвонив диоды которые грелись я выяснил что они в полном порядке они выдержали как говорится и менять я их не буду конденсаторы я заранее подготовил и теперь осталось их проверить на ESR с помощью ESR метра проверяю их номинальную емкость и все с ними в порядке конденсаторы устанавливаю аналогичный сплат доноров с китая принципиально не заказываю такие конденсаторы потому что уверенности в их качестве нет запаял оба конденсатора на свое законное место проверяю сопротивление силовой линии и здесь у нас килоом и все в порядке падение напряжения на диодном масте также не вызывает никаких подозрений устанавливаю назад изолирующую пленку и будем пробовать собирать после предварительной сборки телевизора пробуем его включать картинка есть но она и была на нажатии пульта телевизор теперь реагирует и это не может меня не радовать далее с помощью своего тепловизора проверил насколько сильно нагревается диодный мост как видите диодный мост вообще практически не греется максимум до 40 градусов и это меня полностью устраивает также положительным моментом хочу отметить что потребляемая мощность в рабочем режиме уменьшилась 32,7 ватта против изначальных 43 с половиной ватта что более чем на 10 ватт меньше после этого я под собрал телевизор в корпус закрутив соответствующие винты и приступил к несколькочасовому тестированию после надлежащего тестирования никаких проблем с телевизором не было выявлено он отлично работает реагирует на пульт и не шумит что самое главное а с этим телевизором я заканчиваю и переходим к следующему следующий на очереди жидкокристаллический телевизор от компании thompson его дефект не включается и не реагирует на кнопку включения проверим подключаем телевизор к ваттметру на ваттметре нули и при нажатии на кнопку включения никак телевизор не хочет реагировать что уж давайте разберем этот телевизор и доберемся до заветного блока питания так как в те древние года производства этих телевизоров блоки питания с материнскими платами не были скрещены и стояли отдельно друг от друга что было гораздо дороже в производстве но и надежнее после того как я снял заднюю крышку телевизора так называемая корыто мне доступны материнская плата и сам блок питания визуально осматриваю их и ничего криминального я не нашел единственное что сразу бросилась мне в глаза это сгоревший предохранитель по первичной цепи так называемая 220 вольтовая линия проверяю предохранитель с помощью мультиметра да на предохранители обрыв но как многие понимают и догадываются что предохранители просто так не горят так как я не поверил что в блоке питания неисправен только предохранитель снимаю блок питания для дальнейшей диагностики обычно вместе с предохранителем вылетает диодный мост проверим снял блок питания и давайте прозвоним его мультиметр в зубы сопротивление силового конденсатора в норме килоом и визуально никаких проблем нет проверил всю первичную часть блока питания но кроме сгоревшего предохранителя я ничего так и не нашел здесь установлен предохранитель на 2 ампера на 2 карл то есть это означает что он мог умереть от любой искры которую можно получить при вставке штекера в розетку снимаю поврежденный предохранитель предохранитель поставил с платы донора и с таким же номиналом номинал предохранителя я не стал увеличивать так как схеме задумано что здесь должен быть установлен предохранитель номиналом 2 ампера да и за 10 лет этот телевизор сломался впервые устанавливаю блок питания назад в корпус и давайте проверим дало ли это какой-то положительный результат или я снова потерплю фиаско прикрутил блок питания корпусу и теперь при нажатии кнопки появляется 10 ватт что является гарантией того что телевизор включился собираю телевизор теперь полностью в корпус ну и давайте же включим его телевизор теперь реагирует на кнопку включения и соответственно изображение у него есть загрузил нужное изображение pvg интерфейсу с помощью своего рабочего компьютера ну и естественно проверил за телевизор на корректную работу в течение нескольких часов никаких проблем я больше не нашел телевизор корректно работает на момент монтажа этого видеоролика эти телевизоры давным-давно отданы и успешно протестированы моими клиентами никаких проблем с ними нет и они прекрасно работают ну а сегодня на этом у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно и полезно подписывайтесь на канал ставьте лайк и пишите комментарий еще увидимся но уже следующем видео пока